Я хочу возвратиться к тексту, который я читал в прошлый раз, и снова прочитаю его, и закончу размышления. Матфея 11 глава, 28, 29, 30 стихи. Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя, и научитесь от меня, ибо окроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё легко. Мы говорили в прошлый раз о том, что Бог не только призывает человека что-то с себя снять, но и что-то одеть. И мы говорили о том, что не бывает человек абсолютно независимый и свободный от всех, если человек пытается жить жизнью, никому не служа. Мы говорили, что в итоге он служит сатане. Рано или поздно он начинает служить сатане. И мы говорили о том, что подчинение Богу очень тесно связано с нашими взаимоотношениями с людьми. И вот эту мысль сегодня хочу завершить. Смотрите, что говорит Иисус. «Возьмите иго моё на себя, иго моё благо, и бремя моё легко». То есть, с одной стороны, хотя Иисус предлагает замену, но он говорит, то, что я на вас положу, и то, что вы будете нести, имеет две характеристики. «Благое», то есть, это иго хорошее, и бремя лёгкое. Я думаю, что все верующие, наверное, испытывали такое ощущение, по крайней мере, большинство верующих, когда они читают такой текст о том, что бремя его легко, то в глубине души мы бываем не согласны. Особенно, если мы читаем этот текст в такой период нашей жизни, когда нам очень трудно, а еще Иоанн говорит, заповеди его не тяжкие. И вот мы читаем и молча проглатываем это, но внутри где-то думаем, не такие уж они и лёгкие, эти заповеди. И вот здесь мы должны для себя понять одну очень важную вещь. «На самом деле человек, взявший на себя Божий иго, хорошее иго, может почувствовать себя плохо, и взяв на себя лёгкое бремя, почувствовать себя тяжело». Не потому, что бремя тяжёлое, и не потому, что иго плохое. Человек чувствует себя тяжело и плохо. Но, вы знаете, те бремена и то иго, которое Господь возлагает на человека, можно сравнить с кроссетом, который должен выпрямить или помочь скелету человека. То есть, если у меня искривлен позвоночник, и если меня поставят какой-то аппарат, поддерживающий, который должен выпрямить, я буду себя чувствовать дискомфортно. Когда человеку вставляют брекеты в зубы, то они не поставлены для того, чтобы со временем принять форму наших зубов. Эти брекеты выдавливают, выравнивают, наши зубы ставят на то место, на котором они должны находиться. Вы знаете, когда человек находится в этой промежуточной стадии, пока его естество ещё не пришло в согласие со Христом, в гармонию со Христом, ему может быть и тяжело, и плохо. Но если он будет согласен идти под этим игом и нести это бремя, и когда его позвоночник выпрямится, когда его зубы выровняются, он вдруг поймёт, что оказывается так быть и должно, и ему станет хорошо и легко. И вот этот процесс, Христос здесь, я говорил, что это очень ёмкий, очень ёмкий текст, крайне ёмкий текст. Каждый раз, когда я к нему прихожу, я снова и снова в этом убеждаюсь. Вот здесь он говорит и метафорами, то есть когда он говорит иго и бремя, то есть это такие физические предметы, которые он использует как духовный образ. А выше он говорит уже буквально о чём речь. То есть он говорит, научитесь от меня и найдёте покой вашим душам. То есть вот это внутреннее ощущение того, что мне стало хорошо и мне стало легко, то, что здесь называется покоем, то, что мы сравнили с тем, что выравнивается позвоночник и зубы под ту форму, которая им предаётся, которая должна быть, это состояние называется здесь покоем, и оно приходит через научение. К сожалению, обнаруживается такое, много или мало мы, наверное, все этим грешны, но иногда бывает очень откровенное такое выражение того, что человек хочет обладать покоем, он хочет, чтобы ему было хорошо и было легко в его сердце, при том, что прежним человек. И мало того, человек ещё негодует на Бога, что Бог не дал ему легко и хорошо, несмотря на то, что он остаётся прежним человеком. Он считает, что Бог его обманул. И ещё очень важная деталь. Когда Христос говорит научиться от Него, то есть взяв это игорь и бремя, мы учимся от Него, чтобы стать человеком, в котором покой может обитать, в котором он вообще способен сосуществовать с личностью человека, Христос из всех жизненных уроков, из всего, чему мы должны от Него научиться, выделяет две вещи. То есть он говорит о себе. Я думаю, что не напрасно, он мог много что о себе сказать, но, наверное, раз он говорит здесь «научитесь от меня», он, скорее всего, хочет подчеркнуть, что вот эти два качества должны быть ключевыми в нашем научении от Него. И, вы знаете, когда мы говорим о смирении, об отношениях с кем, это прежде всего говорит, на ваш взгляд. Перед кем мы больше смиряемся или должны смириться? Пред Богом или человеком? Перед Господом. Священное Писание, когда говорит о смирении, говорит обычно «смиритесь пред Богом». Нигде в Библии не написано о смирении пред человеком. Там есть такое, что сильный какой-то царь смирил кого-то, то есть какой-то человек смирил, но не те смирились как бы заповедь от Господа, те могли смириться, вернее, но это как бы произошло подавление. А когда речь идет о приказе, о повелении от Господа, то речь идет о смирении нашим перед Ним, перед Господом. О человеках я такого не встречал в Священном Писании. Когда мы говорим о кротости, это наше качество во взаимоотношениях уже друг с другом. Я не считал нигде в Библии, чтобы мы были кроткими в отношении Бога. Так или иначе смирение касается и того, и другого, так или иначе кротость касается и того, и другого, но я думаю, что мы правильно скажем, что здесь Христос прежде всего показывает правильное отношение по вертикали и правильное отношение по горизонтали с Богом и с людьми. Я хочу обратить внимание наше на кротость. Это качество непрославляемое, так скажу, на этой земле. И когда я изучал такую лингвистическую справку по Священному Писанию, какие оригинальные слова используются, там есть такой список целый, какие слова переводятся в наш русский текст как кротость. И вы знаете, это такие все незавидны. Там есть синонимы как убогий, униженный, немощный, нищий даже. И вы знаете, когда ты читаешь, блаженны кротки, и Господь научает кроток, и Христос говорит, я кроткий, и царь твой грядет к тебе кроткий. Не так, что все машины раздвинули, и все, и пролетел кортеж в Иерусалим. То есть вот такой царь, и такой у него был под ним ослик, очень такое существо интересное. Вот, и смотрите, здесь Христос подчеркивает это качество. Я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на Него, а потом посмотрели на Его связку со смирением. Дай нам Бог в этом силы. С очень раннего возраста я запомнил одну формулировку, вернее, это даже не формулировка, это пример, когда на одном из молодежных служений, я был очень маленький еще, да, разбирали это качество. И служитель, брат, который проводил служение, привел такое сравнение. Он сравнил этимологию слова «кроткий» с «коротким». И привел пример, значит, когда мы с вами пальцем ударяем по пустой посудине, к примеру, металлической или там фарфоровой, или какой-то там хрустальной, долго звенит. А если сосуд заполненный, звук короткий. И он привел пример того, что когда человек не кроток, и его только задели, и вам потом долго это отдается. То есть и потом говорят, с ним лучше не связываться, или с ней лучше не связываться. То есть кроткий действительно это человек мягкий, сдержанный, спокойный, уступчивый такой, да, то есть вы, может быть, даже что-то сделали не так, но последствий от этого, скорее всего, вам нехороших не будет. Человек это поглотит, как говорят в медицине, не абсорбирует, да, это в себя. И вы будете жить дальше так, и, может быть, даже никогда не узнаете, что вы что-то сделали этому человеку. Но я хочу сегодня поговорить, знаете, это все выглядит очень невыгодно, но я хочу поговорить о преимуществах, о преимуществах в жизни кроткого человека. Мы возьмем это из Писания, и возьмем это из практической жизни. Во-первых, кроткий человек, это человек, который владеет своими эмоциями, а если человек владеет своими эмоциями, значит, у него очень хорошо работает здравый рассудок. Эмоции и рассудок обычно плохие попутчики, там кто-то один работает в это время. И причем даже хорошие эмоции, они подавляют умственную деятельность. И вы знаете, сколько очень много нехороших дел в жизни происходит, когда людям возбуждают эмоцию, и потом они принимают какие-то решения, скоропалительные, может быть, даже подписывают какие-то договоры, может быть, берут какие-то кредиты, берут какие-то обязательства, потому что вот им задрали эти эмоции, им сейчас кажется, что все, море по колено, и вообще ничего не страшно, и все, нагребли на себя, потом успокоились вечерком у камина, закутав ноги в плед, сидят и думают, что же я это, как же я вот это все буду вообще делать. Вот некроткому человеку, ему не свойственно управлять эмоциями, а значит он уязвим, кто-то использует его эмоции против него. И в криминальном мире часто человека выводят там, для того, чтобы он что-то сказал такое, знаете, не состорожничал, чтобы уцепиться за это и по полной, как они говорят, наказать этого человека. И кроткий человек, вы знаете, он, имея мощную практику управления собственными чувствами, эмоциями, он очень неуязвим к разного рода манипуляциям, которые сегодня очень-очень-очень распространены, как в коммерческом, так в преступном, так и во всякого рода мире. Как следствие, второе, человек будет целее. Я помню, как я эту историю рассказывал раз 50, наверное, расскажу 51 или 49, я не знаю, но это для меня был урок в мои 16 лет, может, здесь уже сидит новое поколение, которое не слышало эту историю. Но было время, когда я своего брата спрашивал и говорил, я не представляю себе, как меня ударят по одной щеке, я поставлю себе другую. Я такого себе не представлял. Мне просто так получилось, что я уверовал, знаете, в какое время, когда я только научился драться, по-нормальному так драться, когда я уже не прятался по углам в школе, чтобы шпане на глаза не попадаться. Я подрался с самым сильным в параллели второгодник, там был такой Шварц, не знаю, живой он, нет, здоровый такой был парень. И хотя я его не победил, да, но знаете, после этого кого мне уже бояться? Кого мне страшиться, написано, да? Если я подрался с тем, от которого все бегают, и как бы уже все остальные для меня, ну, перестали существовать. И только я вот оперился и тут уверовал, знаете. И вот обратился к Богу, драться нельзя, ну, так особо ситуации, слава Богу, не возникало. Но уже вот почувствовав в себе силы, я думал, а как вот все-таки, если будут задираться, то что я буду делать? Так дожил до 16 лет с этим вопросом. И в 16 лет случилась такая ситуация. Вот, я сейчас удивляюсь, как в 16 лет я мог бегать по коридорам учебного учреждения, в что-то играть, видимо, мог. Вот, значит, бегали мы, потому что я сейчас смотрю на 16-летних братьев моих, и мне кажется, что такие серьезные люди уже, как бы, что-то бегать там в догонялке, что-то кидать друг друга, но неважно. Вот, и я так бегал, значит, бегал, и в этой беготне, значит, ну, где-то там упадешь к стенке, там еще что-то. И вот однажды так я так повалился, встал, собрался бегать дальше, и чувствую сзади удар с ноги, так, по бедру. Я разворачиваюсь, значит, и вот мой, значит, там сокурсник был такой, разъяренный стоит, я упал на него, значит, он ударился там об стенку, и такой, значит, на меня. Значит, а я вот стою, я, знаете, что все годы, я удивляюсь одному, отсутствие страха и отсутствие агрессии. Я просто стоял, спокойно смотрел на этого человека, пока он там... Вот, и в конце концов он сдулся, сел и опять сидел в этой стенке. Я дальше играю, ничего-то не оценил, а потом я понял, Бог дал свою благодать, свою благодать просто вот поступить по-евангельски, потому что Евангелие подразумевает и отсутствие страха, и отсутствие агрессии при встрече с такими людьми, с такими ситуациями. Но вы знаете, что еще больше того оказалось? Вот в притче 14 глава, 30 стих написано, «Кроткий язык – жизнь для тела», а в притче 15.4 сказано «Кроткий язык – древо жизни». То есть мы живем благодаря этому. Потом оказалось, что этот парень тоже был старше меня, он жил на Гаеве, он, оказывается, боксер, и я вот все время думаю, как бы я сейчас мило улыбался бы все эти годы после метких точных ударов боксера, и, наверное, бы не проповедовал бы, не только не проповедовал бы, не знаю, как бы ходил бы и что-нибудь там творил, такое, тихо, сам с собой. То есть это элементарные такие моменты, и Господь в то время показал, потому что многие воспринимают кротость как трусость, ни в коем разе. Если человек труслив, если человек труслив, не надо называть это кротость, если я боюсь отдать сдачу, если я боюсь сказать, если я понимаю, что сейчас я скажу слово, и меня убьют, и я боюсь, что меня убьют, это не кротость, это как бы, ну, ты понимаешь, соображаешь, это уже хорошо. Кротость явно, и причем ты можешь бояться и быть кротким, но сейчас не очевидно, что ты кроткий, вот о чем я речь веду, не очевидно. А кротость очевидна, когда ты видишь возможность воздать, пусть даже словесно там, или там руками, кулаками, и ты не делаешь это. Вот этот человек, владеющий собой, то, от которого человек в Священном Писании говорит кроткий, то есть это древо жизни, это жизнь для тела. Много-много нейронов головного мозга у меня сохранилось благодаря тому, что в тот день Бог дал благодать. И после того давал благодать, не отвечая злом за зло, и какие-то ситуации я рассказывал. Дальше, преимущество кроткого человека, это успешное взаимоотношение с высокопоставленными лицами, я так назову, притча 25.15, написано, кротостью склоняется к милости вельможа. Вот бывают такие ситуации, когда где-то с начальством человек разговаривает, там школьники с учителями, дети с родителями, и вот мы не понимаем, как еще Писание же говорит, да, в этом же стихе, что мягкий язык переламывает кость. Мы вот, вот, для меня это большая загадка. Почему мы, зная, что действует на нас благотворно, какие методы, какие слова, почему мы противоположно употребляем в отношении других? Я вот это не могу понять. Я себя из этого числа не исключаю. Я не могу понять. Я знаю, что вот такие слова будут на меня действовать положительно, а вот такие вот, я скажу, до свидания. И в то же время говоришь вот именно то, чего говорят, до свидания. И вот здесь говорится, что кротостью склоняется к милости вельможа. И эта кротость не такая, что начальник говорит, там, Сергей Иванович, вот на 10 тысяч меньше будете получать. Вот, извините, вот тяжелые времена. И ты так, да, ты там не поругался, ты не начал чернильницу в него кидать там, да, но ты вот ушел, и такой шипящий, и такой ходишь, вот такой там брови у тебя такие густые, так опустились низко. Вот, это не есть кротость, понимаете, когда какие-то ситуации случаются, и вот мы как говорили, мягкость, сдержанность, спокойствие и уступчивость. И мы можем попросить, и попросить совершенно другим языком, и может быть нам отказали, и может быть даже отказали грубо, но практика показывает, вы, наверное, видели это за другими, видели это за собой, вы говорите, нет, ни за что, в жизни, нет, все, а сами такие, дома потом опять. Бывает ведь так с нами? А почему дома? Ведь нормально, ведь парень со мной спокойно разговаривал, что я вот так ему, зачем вот я, и ходим таки мы начальники там у себя дома, и потом приходим в следующий день, выписываем премию там нашему подчиненному, да, вот, то есть это действительно работает, и мы обманываем все реакции, мы боимся это употреблять, потому что по мирскому мышлению кроткий человек в очень невыгодном положении. Еще одно преимущество кроткого человека, это все одно вытекает из другого, что Бог вступается за кротких. Когда на Моисея начали напирать его родные брат и сестра по поводу его брака с Эфиоплинкой, вот, там такая есть фраза, вставка такая, Моисей же был кратчайший всех людей на земле. Я думаю, эта вставка говорит о том, что Моисей не стал защищаться в это время, и написано, внезапно явился Господь, да, слава Господня, и чем кротче человек, я так вижу, формулу такую, тем быстрее Бог вступается за него, и вот здесь между фразой кратчайший и словом внезапно, я вижу связь. Максимально кроткий, максимально быстрая Божья реакция. Когда у нас внутри кипит, шумит, бушует и клокочет, то это тормозит Божие действия в нашей жизни. Бог бы, может, и захотел бы вступиться, и уже бы руку протянул, но Он не может этого делать. Даже апостол Павел выразил этот принцип, он говорит, мы готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Даже Павел не мог вступиться за людей, за обижаемых людей, потому что эти обижаемые, они все делали так, как надо делать. И интересный такой текст в книге Евангелия от Матфея, в пятой главе, по-моему, на горной проповеди, где написано, мирись, опять-таки глава 25-26 стих, мирись с соперником твоим, скорее, пока ты еще на пути с ним. Чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Посмотрите, какая поступательная ситуация. У нас есть соперник, допустим, мы в конфликте с каким-то человеком. И вот я хочу сказать нам всем, очень опасно обижать безответных людей, кротких людей. Смотрите, что происходит. Глаголы. Мирись, чтобы соперник что не сделал? Не отдал тебя судье. Мягонько. Значит, он с тобой не справляется, то есть видит, что ты его не слышишь, не видишь, попираешь и так далее. Не ладишь с ним, не миришься с ним. И он говорит, кроткий человек, как Моисей, который был кротчайший, говорит, Господи, ну вот отдаю его тебе. А судья-то кто? Это Господь. Он тоже добрый. И уже хоть и страшно в руки Бога впасть, но дальше написано снова глагол. А судья не отдал бы тебя кому? Слуги. Значит, там уже слуги, там уже ангелы, да, и появляется новый глагол. Какой? И не ввергли. Значит, соперник, соперник говорит, Господи, вот братик мой, да, вот никак я с ним не лажусь. Возьми уроки твои. Господь посмотрел, сын мой, давай ты уж, ну, мирись как-то. А, не хочу. Говорит, ну все, отдаем тебя слуге. А слуга уже не церемонится. Там глагол, швырнули тебя. Надо нам это? Швырнув в такое место, что потом от личности человека, у него так жизнь начинает разрушаться, не выйдет, пока не отдаст последние полушки. Это все участь человека, который обижает кроткого. У них такое мощное протежето. У них такая мощная защита. И если до тебя не дойдет, когда Бог за тебя возьмется, Он еще мягонько работает, то когда уже демоны начнут рвать твою душу на куски, и все, что ценно у тебя было когда-то в жизни, в личности, они начнут разрывать, как стервятники, кусок за куском, и жизнь твоя превратится в ничто, что тогда делать? Не связывайтесь с кроткими. Не обижайте их. Лучше с наглыми связывайтесь, потому что они просто с вами подерутся сами, и на этом все закончится, потому что Бог не встревает. Вы разумеете, что я говорю, я надеюсь, тут с гибким мышлением люди сидят. Когда вы дерзкому человеку сказали, Иома, вы нагрешили оба, и потом, если пока все закончилось, кроткий молча вас Господу передал. Алло. Вот такое у них преимущество. И в конце концов, преимущество кроткого человека суммируется словами, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Псалтыри 36.11 и Матфея 5.5. Кроткие наследуют землю, выживут не наглецы. Будущее принадлежит не наглецам. Будущее принадлежит не зубастым и рогатым людям. Будущее принадлежит безмолвным, кротким, безответным, уступчивым, спокойным, вверяющим свою будущность в руки Бога, людям, не позволяющим себе никакие плотские методы во взаимоотношениях. Библия говорит, будущее им принадлежит. А кажется, совсем наоборот, когда смотришь вокруг. И у нас здесь выбор. Или мы поверим Священному Писанию, или нашим глазам. И еще один момент. Первое. Когда мы учимся с вами, когда у нас какой-то урок, мы должны согласиться с теорией. То есть это теория все, что кроткому человеку лучше, у него есть преимущество. Так повелел в конце концов нам Бог взаимодействовать друг с другом. Теперь следующий вопрос. Если мы с вами не согласимся, то у нас никогда не получится это исполнить. Или получится исполнить это не вполне. То есть у нас должно быть глубокое согласие. Представим себе, что мы все согласились, что быть кротким лучше, чем гневливым. Гневливым. Я сегодня не хочу этой проповедь посыпать соль на чьи-то раны, кто где-то не может сдержаться, кто знает, что где-то он прокричал, где-то он прогневался. Я не хочу сыпать соль на раны. Теперь мы перейдем ко второй части. Как это делать? Когда проповедник выходит и говорит, братья и сестры, не надо ругаться. Половина сидят и говорит, знаем. Скажи как. И не надо злиться, не надо раздражаться. Мы все равно должны эту первую часть озвучить, потому что из-за того, что иногда у нас не получается, знаете, что мы хитрое делаем? Мы говорим, и так пойдет. Да вообще так жить невозможно. Лисица не добралась до винограда. Что она потом стала делать? Она не стала говорить, проповедники, я столько старалась. Помогите мне. Она говорит, виноград кислый, он зеленый, потому что он кислый. Помните, да? И мы должны вот эту теорию как бы озвучивать, говорить как надо. Потому что некоторые поборовшись и не достигши, начали уже объяснять и говорить, так как бы все живут. Да, наверное, по-другому невозможно. Да и тебя и съедят тогда первого, да и те на шею сядут. И начинаются у нас такие хитросплетения происходить. Поэтому мы снова и снова озвучиваем, как хорошо. Но и не должны избегать того, чтобы понять, как этого достигать. И вот здесь вот, тут очень много можно говорить, я не буду этим многим заниматься, но я хочу именно в рамках этого текста, братья и сестры, обратить внимание. Я хочу сказать о том, что человек, который смиряется перед Богом, имеет потенциал быть кротким с людьми. Если мы чувствуем, что хромаем в этой второй части, в отношениях с людьми, то есть проявляется снова и снова гневливость, нам нужно смотреть в глубину наших отношений с Богом. Где-то мы не смирились в чем-то пред Богом. Почему я говорю по такой логике? Потому что библейская логика говорит о том, что ладить с Богом труднее, чем с людьми. Как бы это странно ни звучало, но это так, ладить с Богом труднее. У нас в силу нашей неосвещенности и испорченности с Богом гораздо меньше точек соприкосновения, чем с людьми. Мы гораздо меньше Бога понимаем, чем людей. Мы гораздо дальше от Бога, чем от людей. И в итоге нам труднее ладить с Ним. И если нам удалось смириться пред Богом, который далек, свят, непостижим, который так высок и необъятен, если нам удалось, я таким языком выражаюсь, поладить, смириться в чем-то, это обязательно отразится в том, что нам после этого будет намного легче в отношениях с человеками. Потому и говорит Иоанн, если ты братьев, которых видишь, не любишь, как ты можешь говорить о том, что ты любишь Бога, которого не видишь? Он снова говорит о том, что Бога любить труднее, чем человеков. И если не получается с человеками, то знай, у тебя точно не получается с Богом. Если у меня хромает крото с человеками, у меня проблема со смирением с Богом. И вы знаете, есть такие сферы, я просто на семинаре озвучивал эту вещь, я просто от одного человека в один день услышал два вопроса, я не настолько вот, я за годы никогда не слышал таких точных формулировок, как плоть дала о себе знать, как плоть кричит. Я озвучил эти вопросы, еще раз озвучиваю, человек говорит, где взять силы, когда не хочется поступать по совести. Дайте мне силы, когда я не хочу. Второй вопрос, где взять желание отвергнуть себя? Это только плоть могла сочинить такой вопрос, чтобы даже отвергнуть себя, мне было в удовольствии. Я не против плоть, говорит, отвергнуть себя, только чтобы мне это хотелось, чтобы мне это было приятно, здорово. И вы знаете, вот это сегодня такая проблема, вот смирение и заключается в том, чтобы сделать следующий шаг в духовном развитии туда, куда ты очень не хочешь делать своего шага. Для кого-то это даже бывает поход в собрание. Есть случаи, когда мы не хотим идти в собрание. Может быть, кто-то огорчил, может быть, обидел, может быть, депрессия на человека какая-то навалилась, что угодно. Бывает, что время, это просто пойти в собрание. И некоторые, они предпочитают как бы, ну, перетерпеть там, проспать это время, проесть, даже такое может быть. Роман за это время, чтобы отошло, отлегло. И вы знаете, что мы закопали в это время внутрь проблему, вместо того, чтобы идти ей навстречу. Американцы рассказывают, что у них там в прериях или где, когда поднимается буря, не знаю, какого рода там бури, значит, два рода животных действуют по-разному. Значит, коровы бегут от этого вихря, значит, ну, и как бы корова быстро не бегала, в чем я сомневаюсь в быстроте, буря ее все равно настигает, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, видимо, потому что такие они сверхопекаемые домашние животные. А бизоны, они идут навстречу этому вихру. И вот они какое-то короткое время вот перетерпят вот это вот, вот это вот тяжелое, да, а потом буря там за коровами дальше бежит, а они дальше едят эту траву. И знаете, что часто так случается, вместо того, чтобы радикально разрешиться со своим я, навсегда сказать, что все, я не собираюсь жить так, как я хочу, я буду жить, как Бог мне велит, чего бы это мне не стоило, как бы мне это ни было трудно, решить для себя, все, я двигаюсь навстречу, короче все произойдет, быстрее все произойдет. Но, к сожалению, некоторые христиане, они думают убежать от этого вихря, они думают найти где-то христианство без боли, без самоотвержения, без неприятностей, без дискомфорта. И они бегут, и бегут, их застигают, заволакивают, и снова бегут, и это все путь в никуда. И давайте мы просто, каждый просто подумаем о своей жизни, потому что у нас часто бывает, как у Ирода, у христиан бывает не так, что мы Бога нет, и все, убивать можно, прелюбодействовать нужно, мы не такие нелепые люди, мы больше как Ирод. Ирод слушает Иоанна Крестителя, написано, много делал, слушаясь его, с удовольствием слушал его, но главного не делал. И вот бывает в жизни верующего человека, а вот такой вопрос, и вы знаете, и бывает общаешься с христианином, и не манять, почему мы месяцами или годами стоим на месте, и потом через посредников, через другого доверенного лица, человек, который уже не выдержал, и знаете, вот в жизни этого человека есть вот такое, и вот он боится об этом говорить, я думаю, Боже, годы терять, вот понимать, что вот здесь вот этот крюк, и сколько я вот веслами не буду грести, я никуда не поеду, зачем тайну-то вот эту вот, на ней все завязано, зачем придумывать одну причину, другую, третью, десятую, зачем какую-то картину рисовать, зачем, почему не взят, страшно, да, страшно, неприятно, такие вопросы еще называют деликатными вопросами, и человек думает, ни у кого такой проблемы, как у меня нет, и на меня служитель потом смотреть не сможет после этого, и так далее, и знаете, вот она такая, вот эта тайна, работает против нас, и не дает нам двигаться, и Бог говорит, все сферы жизни открой, не будь закваски еродовой, вот это главное, ты же видишь, что центр проблем там, что ты говоришь обо всем, кроме вот этого самого главного, сейчас мы будем Господу молиться, знаете, в прошлый раз я был потрясен этой историей, которую рассказали, да, когда у одной матери убили сына, и она своего, вот этого преступника попростила, и еще сказала, ты будешь теперь мне вместо сына, я так подумал, знаете, об этих многих историях и стихотворениях, где матери прощают своим детям, там, какие-то, какое-то зло, неблагодарность, предательство, я подумал, что это замечательно, на самом деле, все истории, но прощать своего сына, что бы он ни сделал, не связано с близостью отношений с Богом, это природа, это природа наша, сама родительская природа, вне Бога, может вот так вот, на подвиги идти, ради своего дитя, неблагодарного, злого, негодного дитя, но вот убийцу своего сына, сказать, ты теперь мне будешь сыном, это надо как Бога знать, это уже не природа, это уже сверхъестественная вещь, знаете, этот человек имеет такую практику, он наклонялся где-то в жизни очень много пред Богом, подчинял одну за другой сферы, когда сегодня мы подумаем о причинах наших конфликтах, за что мы зацепились, за своих ближних, и об этой женщине, то мне кажется, ну как минимум, нам должно стать очень, очень и очень стыдно за наши конфликты, мне кажется, нам должно стать безумно стыдно за наши ссоры, за причины наших непрощений, и это не Христос, это мы увидели только человека, близкого к Богу, а если глаза наши откроются, и мы увидим Господа нашего, какой Он есть, какой свет прольется, какая благодать, об этом Иисус говорит, научитесь от Меня, настанет день, когда иго моих заповедей, иго моей власти, будет для вас слаще меда, когда вы станете людьми, которыми я замыслил, вам быть, и покой наполнит вашу душу, и вы сможете честно, от всего сердца сказать, мне очень, очень, хорошо, это Бог назначил каждому из нас, помолимся Ему сейчас.